День жонглера День жонглера День жонглера День жонглера День жонглера Держи баланс, либо что-то, да, да, то есть держи до последнего Жонглировать можно, вот мечами мы увидели, еще чем можно Булавы вот есть Давайте покажем Итак, друзья, вот эти штуки, раньше это называлось бита Сейчас называется булава Булава или булава? Булава Булава? Булава А, булава, вот все-таки Деревянная эта бита, это пластмассовая А скажите, а сколько предметов вообще, скажите, сколько предметов максимально можно использовать? Максимально, но вообще до 12 кидают До 12 предметов? Я сама не понимаю, как это сделать А вот у нас здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять Так, хорошо, давайте перейдем Да, я могу все вместе подкинуть Давайте перейдем к дельным советам Итак, вы, значит, шарами жонглируете, кольцами тоже умеете? Жонглирую, да Разрешите, мы вас попросим Пожалуйста Проверочка будет у вас Итак, жонгляж кольцами происходит вот так, внимание Очень хорошо, что ты забивочку даешь сама, молодец, спасибо Давайте булавами, чем сложнее? А чем сложнее булавами, сложнее жонглируют Потому что у них идет, нет, потому что у них идет вращение А, у них еще внутри, вот так Боже, 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 сложнее Будьте осторожны Нормально, у тебя хорошая медицинская страховка? Да, все хорошо А теперь можно ли, скажите, простого человека, нормального Уже взрослого, у которого руки вроде как из того места И одного, у которого не из того места, научить жонглировать? И за сколько? Можно, конечно, научить любого Но у каждого человека по-разному А вот сразу надо брать три предмета или надо сначала? Ну, конечно, с одного начинаем С одного Давайте попробуем И вот одной рукой или нет? Одной, конечно, сначала одной Сначала одной Итак, Алька Повешь вас? Я один шарик, одной рукой Так, внимание Эксперименты Сначала начинаем простое движение То есть просто подбрасывайте и поймите Нормально, смотрите, получается Если вы сейчас на кухне у вас есть мандаринка или апельсинка Яблочко тоже подойдет Или картошка Можно сейчас сразу чистить Раз, и картошка Кругой рукой то же самое Чтобы попробовать Боже мой, да Мне кажется Такое полушария работает лучше Да, понятно, какое Мне кажется, левую тоже надо прямо разработать Разработать надо У кого-то правая работает лучше У кого-то левая вообще Очень полезно для развития головного А теперь справа на левую Ух Вот так, через круговое движение Через низ Анечка У нас уже получается У нас с вами дуателем, я смотрю, хорошо получается Вы знаете Ну вот видите, один все просто, да? А теперь как бы можно каждому попробовать Действительно просто По два Теперь по два Сейчас я покажу, а потом важно Нет? Я посмотрю Да, да, да Делаем вот так вот раз и два Боже мой, а как бы раз и два То есть сначала правую подкидываешь, потом левую Ну без разницы Можно сначала левую, потом правую Так как два полустария Раз и два А все кажется так Потрясающе, потрясающе, друзья Ничего не понятно, как это делать Слав, спасибо У меня тут уже Может попробуем Раз А эту так куда? А как ее ловить, если? Раз и два С интервалом А можно я тоже попробую? Пожалуйста Еще раз Раз и два Раз и два Вот я себе говорю, тут переложить проще Еще раз раз и О! Почти! Ну-ка давай еще раз Боже мой, боже Раз и два Ну что Все, третий я точно не возьму Что доказывает лишь одно Барышня, видите, обучается быстрее, чем мужчина Ну это правда А жанглеров больше мужчин все-таки А жанглеров больше мужчин Держите Еще раз Еще раз все-таки попробуй Прекрасные шарики Давайте продолжим с булавами, может быть Давайте Ты думаешь, да? Это будет легче? Мне с булавами легче Я не с колечками, да С колечками попроще С колечками С одним Оп Раз Ты можешь, в принципе, бросать Паш, давай вот На голову, я думала А, ты на голову Ну булаву же брать ближе к середине Итак, булаву взяли ближе к середине И подключивать этот раз Если у вас дома абсолютно случайно есть Микрофон Не получилось Зато вы видите, что все по-настоящему Я бы тоже Опа Оп Да что Почти Оп Раз Нет Пол оборота делает Один А надо один А вот это тоже трюк или нет? Вот когда вот так Аньшка, это лучший трюк нашего эфира сегодня Это талантливо А вот еще один И Ну с этого примера начинается Не буду Дорогие друзья Спасибо огромное Наши замечательные гости Спасибо вам еще разочек Людмила Крупина Руководитель цирковой студии Вот как вы понимаете Видите Нам невозможно просто так Взять и обучиться Ну прям сразу за раз Это целое искусство И как там говорят Первые 10 лет тяжело потом привыкаешь, да? Первые 2 года Первые 2 года Первые 2 года точно тяжело Интересно, вот эти животные Они легче или нет Обучаются? Я уверен, что легче Давайте посмотрим У нас же есть специальная рубрика Называется Пушистое утро